Сегодня я отправляюсь на небольшое лесное озеро и хочу половить там линей. Сейчас середина июня и в общем-то линей еще не рестятся, но дома усидеть очень сложно, хочется на рыбалку. И я все-таки надеюсь на какой-то результат. Помимо линя в этом озере есть небольшое количество карасей, карпы, красноперк и много, плотва. То есть будет довольно-таки интересно. Все, двигаюсь и надеюсь на хороший результат. Уже две недели стоит сильная жара. Вода за день так прогревается, что наклев рыбы можно рассчитывать только ночью и ранним утром. Начинает светать, а до намеченной точки остается ехать буквально 10 минут. Эх, как же хорошо вырваться из города на небольшое лесное и главное безлюдное озеро. Красота! Успел вовремя. Немного полюбуюсь природой и пора браться за дело. В сухую прикормочную смесь добавляю размолотую в блендере консервированную кукурузу вместе с соком. Теперь поэтапно заливаю воду и тщательно перемешиваю. Небольшое количество цельных зерен кукурузы в прикормке совсем не помешает. Сейчас необходимо подождать минут 10, чтобы кормовая смесь полностью впитала воду. До восхода солнца еще больше часа. Замесил прикормку. И сейчас, пока еще темно, надо забросить прикормку. Место я уже знаю, куда буду забрасывать. То есть мне не надо шуметь, светить светом, чтобы увидеть. Прикормлю и потом начну готовить снасть. Надо будет выставить глубину. Поплавок у меня огруженный одним граммом. И плюс 1 грамм у меня на леске. Причем грузики у меня передвижные. Я могу эти грузики менять. Могу огрузку вниз смещать. Могу перемещать вверх. Могу подпасочек один возле крючка оставить. И особенность какая? У меня от подпаска до крючка расстояние всего лишь 10 сантиметров. Зачем это сделано? Для того, чтобы когда линь подходит к насадке, он становится вертикально, берет ее в пасть, потом поднимается. И вот в этот момент он обязательно должен приподнять подпасок. И если он приподнимет подпасок, у меня поплавок настроен таким образом, что я увижу, что поплавок слегка приподнимется, когда он поднимет подпасок. Если я всю огрузку смещу вниз, 1 грамм, то у меня в момент, когда линь поднимет насадку со дна, у меня поплавок вообще ляжет на поверхность воды. То есть есть возможность и так, и так настроить поплавок. Естественно, когда буду отстраивать глубину, я буду ориентироваться по всем грузам, смещенным вниз. Выставлю точно глубину, чтобы у меня все грузилы касались и поплавок именно был в том положении, в котором я хочу. Ловить я сегодня буду на два вида насадок и наживок. Это опарыш и кукуруза. Консервированная сладкая кукуруза. Почему-то в этом водоеме олень очень любит кукурузу. Посмотрю, смогу ли я составить конкуренцию при помощи опарышей и кукурузи. Все это в процессе ловли будет выяснено. Буду использовать две удочки сразу, одновременно. Окошечко у меня закормленное будет. И в этом окошечке я буду сразу ставить две удочки. Одна у меня будет на кукурузу, другая на опарыша. А кормить станут две точки. Причем особенность данного места в том, что эти две точки находятся на расстоянии всего лишь 20 метров друг от друга. Поэтому я закормлю одну точку, закормлю вторую точку, выставлю глубину и буду ловить. И каждый час буду периодически, тихонечко переходить с одного места на другое. Особенность ловли линя в том, что он ловится возле самого берега. Поэтому я как бы буду сидеть на берегу, фактически на длину удилища. И поплавок у меня будет находиться всего полтора метра от берега. То есть фактически я буду ловить, сидя на берегу. Со стороны это будет выглядеть немножко смешно. Но на самом деле для того, чтобы ловить линя, не надо пытаться забрасывать поплавок далеко. Рыба ходит буквально под ногами, поэтому нужно соблюдать определенную маскировку. Во-первых, сидеть. Во-вторых, не топать ногами. Если приехал на машине, нельзя хлопать дверью машины. Линь это все может услышать, насторожиться. Ну вот, собственно, и все. Можно уже сейчас идти и закармливать точки. А потом, после того, как закормлю, уже буду выставлять глубину, одевать насадку, наживку на крючок, забрасывать и уже ловить. Все, двигаюсь. Первая точка, которую я закармливаю, находится в небольшом заливчике с приличной глубиной прямо у самого берега. Я специально забрасываю слегка сжатые комки прикормки у самой кромки камыша. Такие места линь просто обожает. Вторая точка имеет узкий проход в камыше и песчаное дно, которое ограничит зарослями водорослей под водой. Тут тоже закармливаю совсем недалеко от берега. Раскладываю удочку и начинаю отмерять глубину. Сейчас все грузила у меня сдвинуты вниз. Нужно хорошенько изучить дно и выставить комфортное для наблюдения положение поплавка. Далее я уже основные грузики подниму выше, а возле крючка останется только подпасок, который во время ловли будет лежать на дне. Если рыба схватит насадку на коротком поводке, то она тут же сдвинет подпасок и поплавок зафиксирует поклевку. С первой удочкой разобрался. На крючке сейчас одно зернышко кукурузы, а поплавок замер в ожидании поклевки. Можно браться за вторую удочку. Пока я отмерял глубину на второй снасти, произошла неожиданная поклевка на первой удочке. Пришлось действовать предельно быстро. К некоторому сожалению, на крючке не линь, а плотва. Тем не менее, рыба на прикормку уже пришла, и это радует. Ну что, первая рыба. Я рассчитывал на линя, но взяла плотвичка. Отпускаю ее. Сюда не буду отпускать, в другое место отпущу. Настоящая красноглазая красавица. Сейчас я на одной удочке на крючок наживляю опарышей, а на другой удочке зернышко кукурузы. Очень интересно, что сегодня предпочтут линьи, если они, конечно, собираются питаться. Все, удочки заброшены у меня. Больше поклевок пока не было. Сейчас я схожу за подсаком, потому что может сейчас клюнуть крупная рыба. Прикормка уже начала действовать, судя по всему. Прикормка тоже под рукой будет, но подкидывать ее буду мелкими порциями и рассыпчатую именно, чтобы сыпалась мелкая фракция. Не буду комки сжимать, чтобы пятно мелкодисперсной прикормки легло на дно. Тогда, получается, лейк будет ходить, пылесосить эту прикормку. И среди вот этой мелкодисперсной прикормки будет крутиться или опарыш, или моя кукуруза на втором крючке. В данной точке из-за обилия растительности вываживать рыбу очень неудобно. По этой причине подсак с длинной телескопической ручкой просто необходим. Теперь нужно сидеть и терпеливо ждать поклевок. И желательно как можно меньше двигаться и, в общем-то, разговаривать, потому что сижу я недалеко от берега, рыба ходит буквально под ногами, и тут разговор-то она не сильно боится, а вот топот ног, когда ты ходишь, она слышит, поэтому ходить надо очень тихо, с пяточки на носок переступая, и не топать, потому что любая вибрация по земле передается очень сильно и на большое расстояние. Для ловли я использую не маховые, а именно балонские удочки с катушками. В случае поклевки крупной рыбы, бегучая оснастка может значительно уменьшить вероятность обрыва лески. Пока что не клюет. Решаю немного опять прикормить. Облако мути, медленно опускаясь ко дну, наверняка привлечет внимание рыбы с большого расстояния. Вообще, на этом месте я ловлю впервые. Дело в том, что несколько дней назад я тут опускал ко дну подводную камеру, чтобы посмотреть, как рыба будет реагировать на прикормку. В результате неожиданно обнаружилось, что в водоеме водится очень много линей. Причем они отлично реагировали и на прикормку, и на зерна кукурузы, которые я расположил рядом. Лени удивительно красивые и грациозные рыбы. Приятно наблюдать за естественным кормлением линей своими глазами. Однако пора вернуться в реальность. Сейчас у дна камеры нет, но я почти уверен, что линей уже где-то рядом. У них сейчас нерест и на активный клев рассчитывать не приходится. Но поклевки-то должны быть. Эх, опять откровенная мелочь. Теперь на крючке с опарышами оказалась красноперка. Явно пришла стая этих красивых рыбок на ароматный столб прикормки. Красноперка маленькая попалась на опарышей. Олень пока не пришел. Но ничего, прикормка работает. Опарышей эта красноперка уже подавила. Олень любит опарышей шустреньких, поэтому этих опарышей я сейчас сниму, заброшу их в воду или в прикормку брошу уже вяленьких опарышей. А красноперку отпускаю. Как только я вернулся к удочкам, сразу заметил, что один поплавок уплыл сильно в сторону. Наверняка это была поклевка во время моего кратковременного отсутствия. На опарыша словил красноперку и отпускать здесь не хотел. Пошел в сторонку, ну, чтобы рыбу не пугать. Отпустил красноперку, вернулся. А у меня поплавок с кукурузой ушел в сторону метра на полтора. Уже поплавок стоял, не двигался. Я достал, у меня осталась только шкурка от кукурузы. А вся внутренность кукурузы была высосана. То есть я так думаю, что скорее всего это вот, похоже, скорее всего это клевал Лене. Вот я его прозевал. Вообще, конечно, за утро поклевок Леневых может быть всего лишь несколько. И вот, к сожалению, я одну из поклевок мог прозевать. Но ничего страшного. О, поклевка. На кукурузу опять. Вот я вот смотрю на кукурузу вроде как лучше. Вот дотронулась, приподнялся поплавок и опять опустился. Я так думаю, что там, скорее всего, уже крутится рыба, потому что пузырьки пошли. И самое главное, я видел, как колышется камыш. Вот стебли камыша колышутся. То есть эта рыба, прямо вот она двигается. Я специально закормился не сильно далеко от камыша. В общем-то, впритык. И на таком расстоянии, чтобы только поплавок был виден. То есть я бы еще ближе, конечно, хотел бы закормиться. Но туда поплавок не видно будет. Еще посижу здесь немножко. И с удочкой перейду на вторую точку, которая у меня закормлена. Возьму одну удочку. Одну удочку, наверное, здесь оставлю. Единственное, ее вытащу из воды, чтобы рыба не утянула наживку и не завела куда-нибудь в траву. А на второй удочке у меня скользящий плавок и два стопора. И вот стопор глубины, на который я здесь ловлю, один я оставлю вверху. А второй стопор буду передвигать. И там я, получается, на той точке глубина у меня меньше. Я могу спокойненько поменять глубину. А когда захочу вернуться сюда, по второму стопору, который у меня на леске висит, я быстро выставлю ту глубину, которая у меня сейчас здесь стоит. Что-то уже долго нет поклевок. Решаю немного раззадорить подводных обитателей. Небольшое смещение наживки всегда привлекает внимание рыбы. Так и есть, сработала хитрость. Опа, есть. К сожалению, опять на крючке оказался Нелинь. Красноперка, довольно красивая такая, на опарыша. Если будет так дальше происходить, опять придется ставить кукурузу. Потому что красноперка кукурузу она особо не любит. Решаю проверить вторую закормленную рано утром точку. Там глубина гораздо меньше, чем на первой точке, но большое обилие водной растительности. В подводную видеокамеру я и на этом месте видел много линей. Первый заброс привел к резкой неожиданной поклевке. Я подсек, но крупная рыба тут же согнула удочку и стремительно заскочила глубоко в водоросли. Эх, не повезло. Не смог удержать ее на чистом пятачке. Сидел хороший линь. Вот разогнул крючок. Завел в траву. К сожалению, не смог его оттуда достать. У меня леска основная 0,2. Поводок 0,17 миллиметров. Хороший, качественный. В этом месте было очень шумно. И рыба наверняка затаилась или отошла. Есть смысл вернуться на первую точку. Уже показалось солнце. Скоро утро закончится и наступит день. До наступления жары осталось ловить совсем немного времени. Пока что деревья создают тень и прямые лучи солнца в прикормленное место не попадают. Вообще, линь любит кормиться именно в теневой стороне. И это всегда лучше учитывать. О, поклевка, поклевка. Есть. Вот теперь на крючке уже линь. Это заметно по сопротивлению и по бронзово-золотистому цвету рыбы. Линь поразительно красив, но очень скользкий. Он снаружи покрыт толстым слоем слизи, которая защищает его от внешнего воздействия. Вот он какой красавчик. Небольшой, конечно, но линьочек. Удержать линя руками очень сложно. Он как мокрое мыло, так и норовит все время выскользнуть из рук. Именно по этой причине выходить на линевую рыбалку без подсадчика категорически не рекомендуется. Ну что, пойду отпускать. Таких малышей надо отпускать. Это в этом сезоне первый линь на удочку, которого поймал. Поклевка вон там, конечно, хорошая была. Там крупный был реально линь. То есть уже начинает клевать, несмотря на нерест. Этого иду отпускать. Кукуруза на поддеве крючка, а жало обязательно открыто. Не нужно прятать жало, потому что для хорошей подсечки это очень важно. Почему-то сегодня линьи реагируют именно на кукурузу, а своих любимых опарышей полностью игнорируют. Еще очень интересно, что стоящий на прикормке линь очень часто клюет сразу после заброса, как только поплавок займет устойчивое положение. Вот и сейчас я заметил, что наживкой уже кто-то интересуется. Именно по этой причине я и не выпускаю удочку из рук. Потом я подумал, что все-таки показалось и положил удочку. А на самом деле в этот момент кукурузу уже довольно долго пробовал на вкус линь. Ах! Сход! Линя был сход. Сорвался линь сейчас. Хорошая рыба была. Жалко. На сегодня это была последняя поклевка линя. Далее стало солнечно, жарко, и изредка на кукурузу стали поклевывать лишь упитанные плотвички. Прямые лучи солнца падают в воду. Имеет смысл заканчивать рыбалку. Сейчас собираю снасти все. Садимся в машину и уже можно будет двигаться домой. Все, достаю удочку. Вот и закончилась сегодняшняя рыбалка. И подытоживая все наши мысли, можно сказать, что, конечно, линя ловить чуть-чуть рановато. Тем не менее, линевые поклевки были. Крупный линь сорвался. Он затянул у меня в траву, и я не смог его достать. Маленького, неполовозрелого линька я поймал на кукурузу. Кукуруза сегодня работала лучше, чем опарыши. На крупную приманку клевала плотва, красноперка. Плотва довольно-таки упитанная. Если бы использовал более деликатную снасть, более тонкие лески и более мелкие приманки, наживки, то наверняка поклевок было бы гораздо больше. Но хотелось поехать именно попытаться поймать линя. Это удалось. Поклевки я видел, поэтому удовольствие от рыбалки получено в полной мере. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова